Друзья, сегодня мы поговорим с вами о лучших брендах женской обуви. Как сказала Кэрри Бридшоу, персонаж сериала «Секс и Гор», туфель много не бывает. В банке мне сказали, что я нежелательный кандидат на предоставление кредита. На что я трачу деньги, ведь я их зарабатываю. Если посчитать 400 долларов за пару, сколько у тебя таких пар? 50? Прекрати. 100? Что в этом такого? 400 умножить на 100, вот и получается стоимость твоей квартиры. Это всего 4000? Нет, это 40000. Часто девушки жертвуют удобством пользу красоты. Когда шпилька 14 сантиметров и тонкая подошва, есть большая вероятность, что нога не только устанет, но и начнет деформироваться от ежедневной носки подобной обуви. Благодаря стремительному развитию современных технологий и клиентоориентированности брендов, теперь удобство находится на одном уровне с дизайном. Мы собрали рейтинг, где лучшие обувные фирмы борются за право сделать ходьбу по жизни еще более легкой. Серджио Росси. Один из брендов, который тесно ассоциируется с безупречным итальянским брендом. Первый магазин был открыт в 1966 году, но датой основания лейбла считается 1968. Именно тогда молодой итальянский дизайнер, в честь которого была названа компания, подписал первую партию обуви своим именем. В 70-х годах с брендом стали сотрудничать Джорджо Армани, Дольче Габбана и Версачи. Бренд выпускает и продает элитную продукцию. В коллекциях широко представлены сапоги, туфли, сандали и босоножки на шпильке. При создании каждой модели учитываются особенности строения человеческой ноги. Повышенное внимание уделяется каблуку и колодке, которые должны быть не только красивы, но и удобны. Говоря об именитых итальянских обувных брендах, нельзя не упомянуть Сальваторе Фергамана. У его основателя было тяжелое детство. Новая обувь покупалась маленькому Сальваторе и его 13 братьям и сестрам только по праздникам. Но если бы не эти лишения, возможно, в 8-летнем возрасте он бы не сшил первые туфли для младшей сестры. А в 1928 году не создал бы свою фирму. По мнению создателя обувных шедевров, обувь должна быть удобной и сохранять свою элегантность. Живой, петливый ум и творческие способности Сальваторе помогли изобрести ему модели обуви, которыми до сих пор все восхищаются. Это плоские туфли, подарившие комфорт и подчеркнувшие красоту гребет и горбо. Легендарная Мерлин Монро сыграла свои лучшие роли в туфлях на каблуках, напоминающих стилеты. Для невысокой и изящной Кармен Миранды мастер сделал обувь на платформе. Но, пожалуй, главным изобретением, которое покорило сердце всех модниц, стала танкетка, созданная для директора Нью-Йоркского музея Пегги Хугенхайм. Список лучших мировых брендов обуви будет неполным, если в него не включить итальянский модный дом Балдинини. Лейбл был основан в 1910 году. На тот момент это была первая в Сан-Мауро-Пасколе семейная обувная мастерская, в которой можно было не только заказать обувь, но и купить готовую. Сегодня это известный на весь мир модный дом, который удивляет качеством своей продукции. В каталогах Балдинини можно найти демократичные и удобные кроссовки и балетки, модельные туфли на каблуках и низком ходу, летящие с собой и босоножки, сапоги, дарящие ощущение домашнего тепла даже в самый лютый мороз. В производстве используются натуральные кожи из Амша, особая резина и фурнитура высшего качества. Колодки создаются с учетом всех особенностей человеческого тела, что не дает ногам устать. По словам главного дизайнера, сегодняшний стиль бренда это дар женской красоте. Итальянским мастерам из семьи Балдинини нравится превращать материалы в эмоции. Еще одна итальянская компания, прочно занявшая свою нишу в списке лучших из лучших, Альберто Джордиань. Она существует с 1947 года. Обувь, выпускаемую под этой торговой маркой, нельзя назвать элитной. Да, она качественная и выглядит дорого, но это не делает Альберто Джордиань люксовым брендом. Сотрудники компании не стали отклоняться от традиций, довели качество до совершенства, идеально отделали кожу и сделали ставку на вечную пластику. Первая женская коллекция вышла в 1999 году. Целевая аудитория – современные женщины, которые в равной степени дорожат комфортом и женственностью. Им важно подчеркнуть свой уникальный вкус и стиль, а не слепо следовать моде. Сегодня традиции успешно сочетаются с инновациями. Обувь часто выполняется в спорном и даже в дерзком дизайне. Так, в женских коллекциях можно увидеть туфли на каблуке в форме губной помады. Пятка может быть окрашена в синий, золотой, розовый, фиолетовый и черные цвета. Спортивная обувь подходит для работы, отдыха, тренировок и других повседневных задач. Подошвы оснащены вставками, отталкивающие воду и грязь. Еще один из лучших брендов женской обуви в Италии – это Lorry Blue. Основатель и ведущий дизайнер компании на протяжении 40 лет вкладывает в каждую модель труд и часть души. В производстве применяются различные виды кожи – резина, пластик и текстиль. Продукцию этой компании отличает обилие декоративных элементов – бисера, стекляруса, жемчуга, кристаллов сваровских. Основная часть работ выполняется вручную. Модельный ряд привлекает клиентов разнообразием. Здесь есть все – босоножки, сандали и сабо. Все модели узнаваемы по асимметричному носку с акцентом на основании большого пальца. Lorry Blue выпускает не только повседневную, но и нарядную и свадебную обувь. Основателями венецианской фирмы Golden Goose своим примером доказывают, что моду нужно чувствовать, а не срисовывать журналом. А наличие образования не гарантирует успех в модной индустрии. Компанию организовали в 2000 году супруги Александро Гало и Франческо Ринальдо. Они нигде не учились дизайну, а с детским энтузиазмом экспериментировали с поношенной одеждой. Разрезали, перешивали, пришивали пуговицы и наносили аппликации, пытаясь дать отжившим вещам шанс на новую жизнь. Потом стали производить собственную продукцию для молодежи. Знаменитыми стали благодаря обуви. В их коллекциях сегодня можно найти шнурованные кеды, декорированные разными украшениями и логотипом в виде звезды. Ковбойские сапоги и ботинки, ботильоны, туфли-дебри, босоножки и сандалии для лета. Балансиаго. Французский бренд, история которого началась в Испании. Его основал в 2017 году испанский дизайнер Кристобаль Балансиаго. Первый магазин он открыл в испанском городе Сан-Себастьяне. Позже расширил бизнес, открыл филиалы в Барселоне и столице. Одежду, которую он конструировал, носили испанские аристократы и представители королевской семьи. Гражданская война 1937 года заставила перебраться в Париж на авеню Георга VI. Стремление удивлять и аппатировать публику гениальными идеями, вниманием к качеству и уникальный стиль сделали ее любимцем парижской публики и прессы. Странная модель обуви, которая выходит под именитой торговой маркой, привлекает, отталкивает, вызывает споры, но не оставляет равнодушных. Особой популярностью в последнее время пользуются кроссовки, которые не первый год входят в 10 самых продаваемых вещей на земле, по версии издания Business of Fashion. Их выделяет трехслойная подошва, широкий выбор расцветок, от пастельных до кричащих и необычное сочетание дорогих и качественных материалов. Вверх изготовлен из сетки синтетических тканей, кожи и замши. Внутри кроссовки отделаны поролоном и текстилем. Иногда обувь выглядит немного неухоженной, но иначе не привлекала бы такого внимания. Джимми Чу. Люксовый бренд обуви, аксессуаров и парфюмерии, которые в 1996-м зарегистрировали малазийский обувщик Джимми Чу и британская бизнес-леди Тамара Мелон. Первой известной поклонницей бренда стал им принцесса Диана. В туфлях, созданных по эскизам Сандры Чой, шествовали по красным ковыровым дорожкам Джулия Робертс, Николь Кидман, Кейт Бланшетт. По сюжету сериала «Секс в большом городе» фанаткой Джимми Чу была главная героиня Керри Бетчоу. Сегодня под этим всемирно известным лейбом создаются сапоги типа уги, балетки, кеды, сандалии. В них сочетаются красота, функциональность и комфорт. Каждая деталь расположена на своем месте и выполнена в нужном стиле и размере. Каблуки и колодки не только украшают, но и позволяют комфортно ходить и стоять. Во Франции также много брендов обуви хорошего качества. Особое место среди них занимает фирма Репетто. Обувь, которую выпускает компания, выходит за рамки привычных классификаций и стилевых направлений. Она не классическая, не деловая и не повседневная, а скорее танцевальная. Среди поклонниц легкой и естественной, как сам танец, обуви Анжелина Джоли, Алекса Чанг и Миранда Кер. В лоферах от Репетто демонстрировала лунную походку Майкл Джексон. Неповторимый дизайн и небольшой каблук оценили редакторы глянцевых изданий и Кейт Мосс. В производстве используются кожья и овечья кожа. Подошвы выполняются из резины, а стельки пришиваются наизнанку. И последний бренд, о котором мы сегодня с вами поговорим, помог его создателю покорить мир. Кристиан Лабутин, яркий тому пример. Дизайнер и основатель компании рассказывает, что заинтересовался женской обувью в 1976 году во время экскурсии в Музей искусств Африки и Океании в Париже. У входа висела вывеска, запрещающая входить в музей в туфлях на шпильке. Тогда Лабутин и решил эпатировать консервативную публику. И после окончания Академии искусств в 1991 году создал собственную фирму и открыл в Париже бутик. Туфли от этого производителя могут ошеломлять вопиющей экстравагантностью или сдержанной изысканностью. Многие туфли можно узнать по ярко-красной подошве. Верхняя часть производится из принтоватой, покрытой лаком или металлизированной кожи, а также из замшей ткани. Подошва может изготавливаться из кожи, резины или синтетических материалов. Дорогой зритель, наш ролик подходит к завершению. Нам очень важно твое мнение, поэтому мы благодарны тебе, если ты оставишь комментарий, а также напишешь на какую тему ты хотел бы увидеть следующий ролик. На этом мы говорим вам спасибо, до новых встреч, до свидания.